Ну что ж, когда Оля сказал мне, что имеется в виду как тема моего выступления, лекции, то я подумал, что это не простая тема, это не разговор о переводе как таковом, о переводе, который в нашей традиции, сначала советской, потом российской, изучен и изучается. Я высокого мнения о той традиции теории перевода, которая была заложена в советское время и которая позволила организовать массовую подготовку переводчиков в условиях тогда Советского Союза, в общем-то закрытого общества, тем не менее в массовом количестве готовились хорошие и отличные переводчики. Но тем не менее теория перевода не рассматривала те вопросы, которые мне предложено сегодня с вами обсуждать. То есть переводчик в обществе, переводчик и его взаимодействие с обществом, с людьми, переводчик и политика, переводчик как личность, переводчик и его мировоззрение, если оно может быть присуще в самой профессии. Назвали мы эту лекцию «Переводчик, профессионализм и личность», «Личность и профессионализм». И, конечно, все это непросто в одной лекции охватить. Тем более, что еще мне было предложено несколько слов сказать о этической стороне переводческой деятельности. Когда я думал, как пытаться обо всем этом рассказать, я пришел к выводу, что рассказать об этом можно только мне, в самом случае, удобнее будет об этом рассказывать, если я постараюсь включить это в рамку своего личного переводческого опыта. Я работаю, если посчитать, более 40 лет, 44 года получается уже в этой профессии. И примерно равными долями эти 44 года разделены на советский и постсоветский период. Я не случайно это сказал, потому что это две эпохи, на мой взгляд, это совершенно очевидно. Это две эпохи, которые профессия объединяет, но которые влияют на профессию. Для меня эти две эпохи объединены в профессии. Я поступил в МГП ИИИЯ имени Марисы Тореза, в УНИАС, теперь МГЛУ, в 1966 году. И надо сказать, что мне и тем, кто учился в эти годы, очень повезло, потому что это был расцвет переводческого факультета УНИАС. Это было время, когда, несмотря на то, что интерспективно можно назвать этот период, вторую половину 60-х годов, довольно вегетарианским, в смысле идеологии, в смысле контроля, в смысле, условно назовем это, тоталитаризма той системы, тем не менее, конечно, это была советская система с идеологическим контролем, и это, конечно, сказывалось. Одновременно надо сказать, что то время и вообще советский период, на мой взгляд, он для нас, гуманитариев, интересен тем, что для интеллигенции, во всяком случае, и для значительной части советского общества характерна была культура-центричность, сосредоточенность не на каких-то практических жизненных задачах, потому что все было очень зарегулировано, заорганизовано, в тисках вот этой системы, о которой я говорил. И поэтому, ну, вы знаете, были эти гигантские библиотеки, люди покупали книги, люди читали произведения советских классиков, иностранных классиков, русских классиков, выходили стотысячными, двухсоттысячными тиражами, и все равно их не было. Вот эта культура-центричность, она была характерна и для людей моего поколения, и, конечно, еще одна вещь была характерна для людей моего поколения, и для тогдашней советской интеллигенции. Это, конечно, ориентированность на Запад. Мы смотрели на Запад. И изучение языка было для многих возможностью виртуально и впоследствии непосредственно на Западе побывать. В то же время, и это тоже особенность, которую надо иметь в виду, основным потребителем продукции инъяза, если можно так сказать, выпускником инъяза, был гигантский совершенно, это трудно сейчас представить себе, цифры огромные, гигантский комплекс обороны, безопасности, внешней политики и пропаганды. Он был огромным. И в основном, конечно, выпускники инъяза работали впоследствии на этот комплекс обороны. Все ясно, внешняя политика кто-то потом оказывался в этой сфере, безопасность, пропаганда, перевод и издание огромного количества пропагандистской литературы, которым занимался АПН, агентство печати новостей, потом переименовали в РИИ новости, ТАСС и так далее. Вот так реально обстояло дело. Я уже не говорю о том, что, на мой взгляд, в принципе, в советское время очень трудно было не работать на государство. И это тоже отличает нынешнюю систему и нынешний строй от советского строя при всех тех параллелях, которые мы видим, я думаю, объективно глядя на современную Россию. Конечно, параллельно есть. И тем не менее, если в советское время так или иначе все мы работали на государство, на его им формулируемые интересы и в его организациях, то сейчас, конечно, ситуация иная. Надо сказать, что из-за всего этого, когда мы учились на первом, на втором, на третьем курсе, перспективы профессиональные, прагматические перспективы будущей работы были очень неопределёнными, а для некоторых совершенно непривлекательными. Поступивший ради английского венъяс культуроцентричный московский юноша не очень хотел работать на вот этот гигантский комплекс. Он к чему-то другому стремился. Многие из, по крайней мере, этой группы, которая совсем не видела себя в государственном комплексе, думали о том, что могут стать преподавателями. Преподавателями языка, перевода. И у многих это получилось. Есть совершенно удающиеся примеры, скажем, мой коллега Дмитрий Малович, он практически работающий переводчик, кстати, через неделю будет его лекция здесь, практически работающий переводчик. И одновременно это человек, который продолжает, может быть, единственный, который в полной мере продолжает традицию теоретических исследований, заложенные Рецкером и Комиссаром. Но в целом понятно, что преподавателями может стать небольшая группа людей, а для остальных, для многих, с исключением тех, кто видел свою карьеру в структуру государства, профессиональные перспективы были довольно неопределенные и иногда непривлекательные. И, конечно, это и многое другое, что характеризовало тогдашнее общество, создавало такую раздвоенность сознания. Одновременно тогда уже, конечно, официальная идеология умирала. И поэтому люди, еще одна причина, действительно концентрировались, сосредоточивались на изучении языков и освоении искусства перевода. Вот эта сосредоточенность на том, что являлось предметом изучения, вообще не очень была характерна для многих других вузов. А мы, многие из нас, во всяком случае, с фанатизмом, так сказать, самоотдачей, ну, не все, но многие изучали то, что являлось, повторяю, предметом изучения. Сосредоточенности на планировании будущего, как вот сейчас почти любой, я думаю, студент уже первого-второго курса не был. Определенно не был. Мы очень туманно видели свои перспективы. И вот такая сосредоточенность на языке, языках и будущей переводческой профессии, она, я думаю, привела к тому, что, когда я смотрю список закончивших в 1972-1971 году, к сожалению, иных уж не отойти далече, но в подавляющем своем большинстве люди, как принято сейчас говорить, состоялись в профессии и в жизни. Разная траектория, но в целом успешная. Ну, мы знаем, что впоследствии, на мой взгляд, в общем-то, довольно плавно, потому что могло все быть и пострашнее, произошла в нашей стране смена общественного строя и, что тоже очень важно для нашей профессии, окончание Холодной войны. Холодная война привела к тому, что гигантский потребитель продукции переводческого факультета, тот самый комплекс обороны, безопасности, внешней политики и пропаганды, о котором я говорил, сжался. Он есть по-прежнему, но он уже, конечно, не тех масштабов. Так что у нас теперь, можно сказать, это произошло буквально за несколько лет. У нас теперь другие работодатели, другие тексты, другая оплата, другие возможности повышения квалификации. И это повлияло, конечно, и на процесс обучения и формирования переводчиков. Ну, я не буду вам говорить, кто сейчас является основными работодателями для переводчика какого рода тексты. Мы переводим это экономикой, это технические тексты, это тексты из сферы права. Хотя сохранились и некоторые тексты, характерные для предыдущих периодов. Я думаю, что основные особенности профессии, несмотря на те технические стриги, которые произошли, основные особенности профессии не изменились. Эта профессия малорентабельная. При огромных затратах времени, усилий на изучение языка, на освоение основ профессии, на повышение своей квалификации, конечно, переводчик не может стать очень богатым человеком. В чем огромное преимущество, на мой взгляд, несмотря на эту малорентабельность переводческой профессии? Преимущество в том, что когда она людьми осваивается, через сначала изучение языков, а затем через освоение переводческих навыков и умений, это то знание, это то умение, которое остается с вами навсегда. Второе, конечно, наша профессия требует умения, желания, не умения, овладевать знаниями в других областях, в разных областях. Согласно принципу «понемногу о многом» и «многое о немногом». Принцип известный для переводчиков. Переводчик желательно должен иметь большую грузицу, потому что, особенно для устного переводчика, всякое может, что называется, выскочить в любой буквальный момент. Это очевидно. И в то же время надо уметь перед, скажем, конференцией, посвященной какой-то теме, которая вам не очень известна, надо уметь узнать многое о немногом, о какой-то конкретной теме или сфере деятельности. Это, конечно, особенно актуально для русского переводчика, но, на мой взгляд, и для письменного тоже. Еще одно преимущество нашей профессии, если, так сказать, буквально очень кратко об этом сказать, это то, что профессия, в общем, упорядочена. В ней, на мой взгляд, минимальная коррупционная составляющая. Не радовался бы. Отработал, получил зарплату. Ну, в конвертах мы там получали зарплату. Раньше оплату не платили налоги, кстати, в конвертах. Но это не коррупция. Я думаю, живя в нашей стране, знаете, что вы как коррупция. Так что, вот этот минимум, так сказать, той негативной стороны, которая, к сожалению, затронула буквально всю профессию сферы деятельности, это тоже нам очень большое преимущество. Ну, что говорить о перспективе профессии? Много раз мы слышали объявление о том, что профессия умрет. То, значит, решат проблему машинного перевода в течение 10 лет, то английский язык все поглотит и не будет работать с другими языками. И с английским тоже не будет, потому что каждый русский экономист говорит по-английски, как Андрей Лорионов и так далее. Ничего этого не имеет. То есть, конечно, русские экономисты говорят по-английски. Хорошо это или нет? Вопрос. Но, тем не менее, мы знаем, что все равно проходят разные экономические конференции, и там их синхронно надо переводить статьи. Я уже не говорю про другие языки. В общем, все это напоминает мне... Не знаю, читали ли вы в сентиментальных повестях Зощенко есть рассказ «Страшная ночь». Читал кто-нибудь? Почитайте. Очень хороший рассказ о человеке, который, как пишет Зощенко, играет в симфоническом оркестре на треугольничке. Знаете? И вот однажды в его сознании возникает страшная картина, что придумают какой-то электрический инструмент, который будет это делать автоматически. А я что? Он ничего не умеет, кроме как играть на треугольничке. Ну, почитайте, чем это все закончилось. Ну, вы знаете, что на треугольничке играют до сих пор. Ну, а уж тем более перевод. Перевод первым не останется. Другое дело, я раньше считал, что в результате того, что многие в той или иной мере владеют, скажем, английским языком, спрос будет только на перевод хорошего качества. Дескать, перевод низкого качества никому не нужен. Так, более-менее сами читатели или слушатели разберутся. А вот хороший перевод нужен будет. Но выяснять, почему все так просто, что на перевод плохого качества, оказывается, очень много письменных переводов делается для галочки. И это создает, вроде бы, спрос на перевод низкого качества. Я думаю, что все-таки возобладает спрос на хороший перевод. Ну, вот теперь мы подходим к этой теме. Переводы, переводчик, так сказать, в обществе, личность переводчика. Я уже говорил, что эта проблематика в теории перевода, в традиционной теории перевода не рассматривается. Она находится, я думаю, скорее в социологической сфере. Можно здесь говорить в основном в таком довольно общем плане. И можно какие-то личные наблюдения тоже высказать. Вот я попробую той же уроки. Можно ли говорить, что у переводчика, живущего в реальном обществе, есть какая-то своя, так сказать, идеология? Что у переводческой профессии есть некая идеология? Ну, вот, на мой взгляд, да. Потому что переводчик служит делу взаимопонимания народа. Это факт. Из этого, кстати, очень интересные следствия, на мой взгляд, вытекают. В том числе для устного переводчика. Ну, одно из этих следствий состоит в том, что даже если вы являетесь членом определенной команды, то вы, как переводчик, должны заслужить доверие и другой стороны. Это очень серьезная вещь. Перевод и политика. В принципе, переводчик вне политики. И общепринято мнение, что переводчик не должен думать о политике, а должен давать правильный перевод. Но не все так просто. Не все так просто, потому что, как мы прекрасно знаем, из традиционной теории перевода, одного правильного перевода, как правило, не существует. А есть множество или несколько адекватных переводов, или переводов, которые не являются неправильными. Так, это я бы сказал. Правильный перевод – это некое утопие. Хотя в быту и, конечно, непрофессионалы, они говорят, правильный перевод или неправильный. Неправильный перевод, кстати, действительно можно охарактеризовать. Это перевод, сделанный со смысловыми, историческими ошибками. А вот правильный перевод очень трудно определить. И вот поскольку существует некое пространство адекватных или не неправильных переводов, это, конечно, создает пространство для маневров, в том числе политического. Два слова скажу. И второй момент. Он очень важен, потому что та проблема, о которой я скажу, она существовала в годы Холодной войны, в годы идеологической борьбы, так называемой, но она есть посещать. Лечь идет о том, что переводчик может даже не по своей воле выполнять политический заказ и участвовать в дискуссиях, которые имеют политическую подкладку. Давайте я приведу четыре примера пунктирно это толкование резолюции 242 Совета Безопасности ООН. Помните, наверное, всю эту резолюцию? Кто не помнит? Прочитайте. Это резолюция 67-го, я не ошибаюсь, года, после шестидневной войны, в которой Совет Безопасности эту войну, так сказать, закончил в промежуточном плане и далее изложил принципы мирного воли. Может быть, кто-то помнит, о чем там сыр-бор в этом. Что, дату неверно назвал, да? 67-й. Вы имеете в виду сыр-бор из-за английского и французского вариантов? Английского и французского? Узкого тоже. Но, конечно, идет все от английского и французского. Значит, по-английски сказано withdrawal from occupied territories. По-французски д-территварную группу. Трактовать это можно по-разному. И я в своей статье, которая опубликована в журнале Мосты в 2008 году, подробно это излагаю. Здесь излагать подробно не буду. Посмотрите, она есть на моем сайте, эта статья. Статья называется «Перевод на ухабах политики». Опубликован это было в 2008 году на журнале Мосты, но есть и на моем сайте павелпал.ру Это интересный вопрос. И я думаю, что это, конечно, не вопрос перевода. То, что происходило, это, конечно, серьезный политический спор. Я думаю, сейчас всем все, в общем-то, ясно. Если регулирования будет, то оно будет на основе здравого смысла, а не на основе спора о том, что означает отсутствие определенного артикля в английском тексте. Кстати, интересно, Ильич, о переводе здесь говорить в принципе нельзя. Дело в том, что английский и французский текст, и русский текст, кстати, тоже, этой резолюции являются равно-аутентичными. Перевода тут нет. Это равно-аутентичные тексты, любой из которых может использоваться для толкования смысла резолюции. В конечном счете решает политика. В конечном счете политикам надо приходить к какому-то решению. Об этом много говорили дипломаты, и политики, кстати, и израильские, и американские, и наши политики говорили, что, конечно, надо решать по существу. Но это подавалось как проблема переводки. Второй пример – это споры по формулировке протокола к договору Попро. Я участвовал в этих спорах. Там сэрбор разгорелся вокруг формулировки which is permitted by the ABM treaty. Research and testing, запятая, which is permitted by the ABM treaty. Но я не все предложения цитирую. Так вот, американская сторона утверждала, что запятая перед вот этим бэдж означает, что исследования и испытания разрешаются договором Попро. Советская сторона доказывала обратное и указывала на те статьи, где содержатся определенные ограничения на исследования и испытания, в частности, в космическом пространстве. Опять, в конечном счете, конечно, нужно решать эти вопросы политически, по существу. Это опять не проблема перевода. Хотя, конечно, перевод когда-то был. Но как только договор подписывается и говорится, что эти тексты являются равными и взаимно аутентичными, все, перевода нет. Перевод был тогда, когда та или другая сторона предложили начальную формулировку. Тут, конечно, потому что вы знаете, что в любых переговорах формулировки предлагает какая-то из сторон. Я не знаю историю, кто предложил такую формулировку. Тогда был перевод. Как только договор подписан, перевода нет. Есть аутентичные тексты. На двух, там, трех, пяти языках. И каждый из этих текстов, повторяю, может использоваться для толкования смысла договора, договоренности, протокола Чебукова. Еще один пример – это спор, опять-таки, о переводе, в кавычках, одного из пунктов договоренности Медведева и Саркази от 12 августа 2008 года. Тоже до некоторой степени я в этом участвовал, поскольку я переводил вот эту пресс-конференцию Медведева и Саркази, на которой этот текст зачатывался. Подробно не буду говорить, там тоже дело, конечно, не в переводе. Почитайте статью, там это подробно все изложено. Некоторые аналогии вот этих споров, не англо-лингвистических, но в действительности, конечно, политических, это спор об употреблении названий государств. Федеративная республика Германия или Федеративная республика Германии. В организации объемов наций, когда в нее вступили ГДР и ФРГ в 70-е годы, это было предметом очень-очень серьезных споров. Советская сторона настаивала на том, чтобы в документах ООН писалось так, как в советской печати. А как писалось в советской печати? Германии. Конечно, Германии. Идеологическая подкладка этой позиции стала в том, что мы говорили, что это не вся Германия. Когда вы говорите Федеративная республика Германия, вы претендуете на представление всей Германии. Немцы говорили, что Советский Союз не является владельцем русского языка. И по аналогии с другими названиями республик, республика Кипр, республика... другие названия. Правда, у нас тяготели к тому, чтобы эту проблему обойти, назвав, скажем, Republic of Korea Корейская республика. Вот обходили эту проблему таким образом. Но с Германией не обойдешь. Хотя были попытки в 54-м, 55-м году. Я помню, когда впервые приехала команда Федеративной республики Германии в Советский Союз играть в футбол, был матч в РГССР. Вот там была названа Германская федеральная республика. То есть еще больше искажений реально у нас. Так вот они говорили, что по правилам русского языка, что Советский Союз по идеологическим причинам это рушает, а по правилам русского языка должна быть Федеративная республика Германия. И переводчиков втягивали в эти споры. Мне пришлось тоже писать по просьбе нашего представительства при ООН записку о той аргументации, которая может использоваться при обсуждении этого вопроса. Определенные аргументы на нашей стороне были. И это не только то, что мы преемник России, у нас русский язык является национальным и официальным, и поэтому мы можем делать с языком, что хотим. Нет, разумеется, скажем, если ОФ это партитив, United States of America, Федеральный паник от Джермании, говорили мы, то мы можем это использовать вот таким образом, что всегда родители поддерживают. Конечно, натяжка довольно сильная. В конечном счете, конечно, правы были немцы, если уж на это пошло. Это просто пример того, что в международных организациях, секундочку, нам не всегда легко провести нашу линию на основании того, что язык наш, и, как хотим, используем его в международных организациях, вот такого абсолютного, безграничного доверия стране данного языка, в общем-то, нет. Ну, сейчас, вы знаете, в наших газетах пишут, что это место, как Германия, тем более, что сейчас Германия единая страна. Что вы хотели спросить? Нет, тут, может, вопросы просто о такой определенной традиции, которая, может, не предполагает... Естественно, мы говорили... Естественно, традиция — это серьезный аргумент, и мы это тоже говорили. Они же говорили нам в ответ, что это традиция политическая, что название страны сравнительно новое, и поэтому говорить о какой-то укоренившейся в языке многолетней традиции нельзя. А вот если говорить, например, о том, как правильно в официальных, во всяком случае, документах писать на Украине или в Украине, вот здесь аргумент традиции гораздо сильнее. И здесь работает и аргумент того, или должен работать, что мы, Россия, страна русского языка, и наши лингвисты имеют право решать и определять, что нормативно для русского языка. Но вы знаете, что украинцы настаивают на формулировке «в Украине», и у них есть свои аргументы. И это аргументы очень сильные. А с чем они связаны? На Украине, на Кубани, на Ставрополье, на Дальнем Востоке — это всегда географическое название. «В» — если страна становится независимым государством, то русская традиция всегда «в». Вот их аргумент. Спорить с этим очень трудно. Исключения есть. На Кипре, на Кубе, но это островные государства. И вот этот спор идет. Нынешняя наша тенденция, условно назовем ее в российской политике, в российском обществе, это такая националистическая тенденция. Не говорите нам, как там по-русски говорить и решать, мы сами это решим. Это законная общая тенденция. Все страны через это проходят. Это нормально. Я могу это не разделять, но это то, через что проходят абсолютно все страны. С другой стороны, как вот, говорить и не говорить. Они общаетесь ли вы, допустим, с украинцами. Но я, когда общаюсь с ними, чтобы их не задирать, я говорю «в Украине». Потому что они очень негативно на это смотрят. Они считают, что когда мы говорим «на Украине», мы, по сути дела, не признаем ее государственный суверенитет. И по-прежнему рассматриваем Украину как чисто географическое понятие, типа Кубани, Дальнего Востока, Ставрополья, разных Псковщин, на Псковщине, но как административная единица в Псковской области. Вот говорят «Украина» — это теперь государственное суверенное образование. И надо делать так. То же самое по-английски, но здесь им проще. Потому что, хотя в устной речи сплошь и рядом у англичан, у носителей языка, мы слышим «the Ukraine», в Организации Объединенных Наций и в газетах, во всех газетах «Ukraine». Без «the». Аргументация та же. С двумя-тремя исключениями по-английски «the» и дальше имя собственное, географическое название — это географический регион. Как только этот географический регион становится независимой страной, «the» уходит. Исключений немного. «The Netherlands». Это потому, что внутренняя форма до сих пор видна и слышна. Низкие земли. По-еба. Поэтому сохранилось «the». Ну и голландцам страна и нация крайне уверены в себе. Им не плевать. Хотите «the» пусть будет «the». Украинцам не наплевать. Поэтому они устояли и «the» ушло. Потому что это уже так же, как был «the» Судан. «Sudan» — это считалось большая часть Африки. Когда это уже не «the» Судан, а «Sudan», то это не географическое наименование, а политико-географическое. Вот так решился этот вопрос. Я уже сказал, что... Ну, естественно, не все то, что я мог бы рассказать на эту тему, я расскажу. И подробнее вот о тех трех случаях, которые действительно интересны, а именно резолюция 242, протокол договора по ПРО и договоренность Медведева-Саркази, вы можете прочитать в этой статье, можете там на сайте прокомментировать, если у вас будут какие-то миссии. Я уже говорил, что устный переводчик в условиях двухстороннего и многостороннего общения должен пользоваться доверием обеих сторон. Естественно, это достигается прежде всего высоким качественным и профессиональным уровнем в его работе. Это понятно. Но тут есть некоторые нюансы и проблемы. И они связаны как раз с тем, является ли устный переводчик нейтральным переводчиком или он является членом команды. Жесткой грани здесь, естественно, нет. Но края, они абсолютно очевидны. Какие тут края? Первый край – синхронный переводчик. Это всегда, практически, почти всегда нейтральный переводчик в международных организациях и вообще на конференциях и так далее. В то же время, скажем, переводчик на переговорах глав государств – это почти всегда член команды. Особенно если он является сотрудником МИДа, не привлеченным откуда-то из университета, что сплошь и рядом бывает, когда там какой-то редкий язык. А если он, как вот я был, еще имел и дипломатический банк, там подчинение соответствующее, конечно, я еще никому. Однозначно совершенно. С другой стороны, бывают и случаи, когда вот этой жесткой грани, в общем, нет. Ну, например, когда переводчик приглашен, но приглашен определенной стороной. Ну, скажем, приезжает делегация какой-то компании, корпорации для переговоров в Москву. У них переводчика нет. Я, не являясь сотрудником, ну, допустим, корпорации «Лукойл», приглашен этим самым «Лукойлом» переводить их переговоры. Вы видите, что уже здесь той жесткой грани, которую мы видим между переводчиком нейтральным и переводчиком членом команды, нет. С одной стороны, я более-менее нейтральный, «Лукойл» является. С другой стороны, я, а, гражданин России, б, я приглашен этой стороной, и тут уже начинаются всякие рации. И вот, когда мы пытаемся ответить на часто задаваемые вопросы о работе условно-переводчика, надо постоянно учитывать, что ответы могут быть разные в зависимости от того, являетесь ли вы членом команды или вы нейтральным. Ну, скажем, такой вопрос. Переводить ли, когда одна из сторон просит не переводить какое-то высказывание? У вас попросили не переводить. Между собой мы поговорили, может быть, он кто-то даже что-то сказал, потом ему «Подожди, подожди, не переводи». Иногда ведь это не просто что-то они поговорили и говорят, что ты им не рассказывал. Иногда происходит просто путем отказа от перевода происходит дезавуирование высказывания уже сделанного. Уже сделал там, скажем, член делегации какое-то высказывание. Глава делегации его отсыкает. Естественно, вы это не переводите. Не переводите, потому что одна из сторон, сторона только что, оказавшаяся в таком положении, вас просит не переводить. Но я думаю, что если вы член команды, тут все абсолютно не ясно. Конечно, не переводите. Ну вот, если вы не член команды, как быть, к вам потом подходит представитель другой стороны, и говорит, а что вот было сказано, что дезавуировал глава делегации, от чего он отказался посадить. Вот здесь, естественно, это проблемный случай, это тот случай, где я не согласен, редко бываю не согласен с моим коллегой Ермоловичем. Он тут пишет так в одной своей статье. В своей личной практике в подобных случаях, несмотря на запрет, в кавычках, я все же считал своим долгом выдать иностранцу некий перевод, в котором, однако, максимально смягчить все резкости или нелепости сказанного. Но это есть резкости и нелепости. А если это просто была позиция, дезавуирована главой делегации. Я здесь позволю себе не согласиться с Дмитрием, и он, кстати, дальше пишет, допуская уместность иногда и другого решения, а именно сообщить, что контрагенты по переговорам дезавуировали свое последнее высказание и просят его не переводить. Дальше он пишет, что в любом случае и худшим выбором, с моей точки зрения, было бы просто промолчать. Ну, промолчать, наверное, действительно не стоит. Но правильное решение, по-моему, состоит в том, что я в данном случае переводил той стороне, даже если нейтрально переводил. Я связан обязательством перед этой стороной и высказывание было дезавуировано, я его вам сообщить не могу. Если вы член команды и требование не переводить исходя от руководителя делегации, то оно для вас, конечно, обязательно. То есть нет того вопроса, той проблемы, которая возникает. Ситуация может быть противоречивой, конечно. Я говорил, что нейтральный переводчик должен пользоваться доверием обеих сторон, но в данной ситуации даже нейтральный переводчик, на мой взгляд, прежде всего, обязан той стороне, которая что-то сказала и просит потом ее переводить. Если, скажем, просьба не переводить, вы переводите, вы один переводчик, единственный. Но вы являетесь или нейтральным переводчиком, или членом команды, или гражданином этой страны, условно говоря, России, а приезжая делегация просит вас что-то не переводить. Что-то, что вы слышали, что-то, что она сказала и потом дезавуировала, или не дезавуировала, но просит не переводить. Очень щекотливое положение. На мой взгляд, если вы нейтральный переводчик, ну, даже нейтральный, хотя вы являетесь гражданином России, вас попросила та сторона не переводить, тоже ваш долг, ваши обязательства, прежде всего, перед той стороной. Ну, а если вы член команды, тут, я думаю, все ясно. Если вы член российской команды, в данном случае, кто-то что-то сказал с той стороны, понял, что вы это услышали, просит вас не переводить, а ваше начальство требует сообщить содержание сказанного. Приходится сообщать содержание сказанного. На грани этики, но вы подчиненный человек, вы слышали. В каких-то отдельных случаях я могу себе представить, что вы скажете, я не услышал, там что-то было не совсем понятное, но вообще, ну, что же, вы подчиненный. Или, скажем, в ситуации переводителя какое-то ошибочное высказывание. Член своей делегации или член другой делегации. Высказывание, которое вам кажется заведомо ошибочным. Ошибка, иногда простая ошибка. Ошибка в дателе. Ошибка в каком-то названии. Фактическая ошибка. Переводить это или нет. Или надо обратиться к сказавшему с просьбой уточнить, повторить, спросить, а не ошибка ли то, что вы сказали. Очень трудная, реальная, фактическая ситуация, которая встречается. Ну, я здесь исхожу с того, что ошибочные вещи, за исключением заведомо ошибочных, ну, скажем, речь идет о афганно-пакистанских каких-то делах, но говорящий вместо Афганистан сказал Азербайджан. Или вам заведомо ясно, что говорящий сказал Ирак, а речь идет об Иране. Ну, допустим, ядерная программа Ирака. Ну, очевидно, что все-таки иранская программа имеется в виду. Это не очень много таких случаев заведомых оговорок. Но здесь, на мой взгляд, как и в синхронном переводе, ну, за исключением проблемных случаев, когда надо перевести как сказано и сказать так у оратора, так в тексте. Но в большинстве случаев можно просто спокойно, независимо от того, являетесь ли он контрактным переводчиком, нейтральным или членом команды, перевести то, что имел в виду сказать автор. То есть не переводить Азербайджан, когда явно речь идет о гражданской войне в области. Если, так сказать, вы не уверены в том, является ли сказанное заведомой ошибкой, то, как это не обидно, но в условиях не синхронного перевода, а последовательного перевода лучше, наверное, переспросить. Наверное, лучше переспросить. Вообще переспрос это не очень хорошая вещь. И переспрос должен быть только очень обоснованным, очень осторожным. Ему надо уметь делать максимально лаконичным. Стараться избегать его, потому что очень часто то, что вы не совсем поняли у оратора, нередко становится яснее потом. Так что лучше не переспрашивать, а может быть, пока подождать и что-то не переводить. Потом в следующем сегменте или в сухронном переводе при последующем возьмите текста что-то может стать и с ними. Поэтому переспрос это не очень желательный вариант решения переводчика, но иногда он необходим. Или если вы слышите что-то, что вам кажется явным нарушением той позиции, с которой страна выходит на переговоры. Та или иная страна. Как здесь быть? Опять многое зависит от того, вы нейтральный человек или вы член команды. И от практических вещей зависит. Каково ваше отношение с главой делегации, если вы член команды? Что он за человек? Мы работаем с людьми. Переводчик до некоторой степени дипломат. Мы с людьми работаем. У них разный характер. И если вы знаете, чувствуете, что переспрос может вызвать раздраженную реакцию, может помешать нормальным условиям работы, то это аргумент в пользу того, чтобы его избежать. Но все эти вещи, они существуют во время переговоров, во время дипломатических переговоров, переговоров деловых в таком состоянии постоянного бурления. и поэтому решения приходится принимать моментально с учетом всех факторов как-то решать. Ну, полиотчику часто приходится принимать моментальные решения и не только подобные решения, но и лингвистические решения, конечно, тоже. Так вот, если вы слышите что-то, что является явным нарушением той позиции, с которой сторона выходит на переговоры, это очень трудный случай, потому что иногда это домашняя заготовка, делается для того, чтобы расширить партнера. Иногда это оговорка, иногда это ошибка. В случаях, когда подобные вещи делаются под влиянием алкоголя, это тоже бывает, это еще один фактор, который приходится учитывать. И, в общем, наверное, в этих случаях это не что-то заготовленное, а, скорее всего, глупость. И здесь иногда, наверное, надо выручить своего руководителя, своего клиента и так далее. Но, как видите, очень много приходится переводчику учитывать. Опять из той же примерно оперы, если можно так сказать, вопрос о том, переводить ли из какой степени эмоциональности переводить какие-то грубые и провокационные высказывания, которые тоже иногда имеют и на переговорах, и на протокольных мероприятиях, опять-таки, под влиянием иногда алкоголя. Очень трудный вопрос. И здесь, на мой взгляд, переводчик и член команды, и даже не член команды, если он до некоторой степени нейтрализует, я думаю, что скорее он прав, чем не прав. Некоторые коллеги советуют в этих случаях для того, чтобы по крайней мере не вызывать негативного отношения к себе, как к переводчику, переходить на перевод в третьем лице. Он говорит, это не рекомендуется в переводе. Есть довольно жесткий запрет на это. Значит, переводить надо всегда говорить, скажем, глава вашей делегации «я», и вы говорите «я». В принципе, это абсолютно правильный совет. Некоторые коллеги рекомендуют в ситуациях типа той, которую я написал, переходить все-таки, если что-то грубое сказано, переходить на высказывание в третьем лице. Кстати, такой перевод, когда вы переходите на третье лицо, он может быть желательно в некоторых других ситуациях. Например, если какая-то юная девушка, молодая дама, переводит разговор двух почтенных людей, один из которых говорит «да, у меня двое детей, шестеро уже внуков», если она это скажет «I have two kids and six grandchildren», это будет, по-моему, немножко смешное звучание. Так что здесь можно сказать, что там господин Иванов, господин Иванова большая стиля, трое детей, шесть внуков, можно. Все правила, все нормы перевода можно время от времени нарушать. Особую, конечно, осторожность надо проявлять в тех случаях, когда не совпадение уровня культуры говорящих. Мы знаем и у нас до сих пор есть люди, тем более их было немало раньше, которые позволяют все высказывания сексизма, о женщинах говорят, как-то так, что. Для американца, в том числе даже, скажем, для какого-нибудь американского полковника, если это дословно перевести, это будет довольно дико звучать. Или по поводу модной сейчас темы сексуальной ориентации, начинаются какие-то такие шуточки и так далее. Если определенная нейтрализация будет происходить в переводе, я думаю, это не будет. То же самое и с ненормативной лексикой. Мы хорошо знаем, что эта ненормативная лексика очень разная в русском языке и в английском языке. Это надо учитывать. Русская ненормативная лексика, она по степени грязности, развитости и так далее, по степени шок-роба, так сказать, влияние, она, конечно, отличается от американской ненормативной лексики. Там уже такое впечатление, что ее почти нет. Поэтому, если слово из четырех букв проскочило у американца, амбличанина в эмоциональном контексте, это совершенно не значит, что надо это переводить соответствующим русским словом. Наоборот, по-моему, не надо. То же самое, когда эти русские слова возникают, опять-таки, нужно смотреть, какое это производит культурное воздействие. В принципе, переводчик берет на себя вот эту функцию и идеологию, если можно так сказать, содействие, взаимопонимание народов, и если уж слишком постараться показать чью-то глупость, по-моему, эта функция не выполняется. Но это мое личное мнение. Вот здесь еще хочется буквально два-три слова сказать о такой теме, которая не очень рассматривается и в традиционной теории перевода, и в известной мне литературе вот уже много лет выходит журнал Мосты, где, конечно, статьи разного качества, но стараются писать и о таких полезных для переводчика вещах, которые имеют очень прагматический характер. И даже в этом журнале не так много на тему об этике переводчика. Вот такой вопрос, допустим, можно ли поправлять коллег и обращать чье-то внимание на их ошибки. Это вопрос, который возникает. Скажем, если вы присутствуете на переговорах, на беседе, где переводят ваш коллег. Здесь очень трудно бывает найти баланс между корпоративной солидарностью, она есть, она должна быть, переводчики должны быть солидарны. И стремлением к успеху коммуникации. С одной стороны корпоративная солидарность, с другой стороны успех коммуникации. Корпоративная солидарность подсказывает, что если переводчик сделал ошибку, то, исходя из солидарности и исходя из стремления не нарушать ход беседы, переговоров, вы переводчика не поправляете. С другой стороны, ну а что если из-за неправильного перевода все начнет идти на перекрасник. Ну и вот этот баланс означает, на мой взгляд, что надо воздерживаться от поправок и уточнений, если они не вызваны крайней необходимостью. Это легко сказать. А в реальной ситуации каждый судит конкретно и по сути. Но если возникает или угроза смыслового сбоя, или угроза того, что неправильный перевод может даже привести к конфликту на приговорах, то, наверное, надо помочь. коллеге и его поправить. Это трудное решение. Иногда вы присутствуете на беседе и коллега просит вашей помощи. Или взглядом, или непосредственно. Здесь, я думаю, все очевидно. Поменить на несколько минут, подсказать вариант перевода, это надо, конечно, делать. Если коллега были в моей практике такие случаи и в кабине, и в последовательном переводе, коллега чувствует, что он не справляется с переводом, он просит его, грубо говоря, просто заменить. В синхронном переводе это очень просто. Вы его заменяете, а потом решаете вопросы, какие-нибудь более легкие речи, пусть он не справляется с чем-то. по его просьбе, иногда и по собственной инициативе можно перехватить перевод. Если же это происходит на переговорах при последовательном переводе, то здесь, конечно, переводчик, который просит его подменить, заменить, он идет на большой риск, потому что это, конечно, подрывает его профессиональную репутацию. И, в общем, иногда так хочется сказать, да ладно, давай, все более-менее прилично. Еще интересный вопрос, он тоже встречается, возникает постоянно, и у меня бывали такие ситуации, когда меня просили высказаться о профессиональной компетентности коллег, или о том, насколько они справились с переводом на каком-то конкретном мероприятии. тоже очень трудной ситуации. я, естественно, понимаю, что всего моего опыта и так далее, то, что я скажу, это будет весить довольно-много. Поэтому, немножко утрируя, я всегда говорю, что переводчики делятся на хороших и очень хороших. То есть, я стараюсь все-таки скорее похвалить, по-рубе. Мне кажется, что если руководитель вашей делегации, вашей корпорации задает вам такой вопрос, то все-таки уходить от ответа не следует. Я думаю, что корпоративная солидарность, она просто подсказывает, что, грубо говоря, положительная оценка должна высказываться в яркой и запоминающейся форме, а отрицательная все-таки немножко смягчаться. и я думаю, начинает пойти. Если вопрос задает третье лицо, не ваш коллега, а просто третье лицо, которое вы не очень знаете, может быть, говорят, что вот там надо приглашать переводчиках, я тут советую проявлять осторожность, потому что мне кажется, что даже если речь идет о посредственном переводчике, третьим лицам не надо подробно его характеризовать. Можно сказать, что человеку еще надо поработать, расти еще можно и так далее. Если вас спрашивают, а следует ли воспользоваться услугами этого переводчика, вы знаете, повторяю, что переводчик посредственный, мне кажется, что отрицательный совет надо тоже высказывать в максимально корректной этичной форме, можно просто односложным таким ответом и так далее. В профессиональной среде тоже мы это обсуждаем иногда работы друг друга по необходимости. Здесь, мне кажется, тоже большое разнообразие разных ситуаций, но в целом мне кажется, что здесь возможны более откровенные оценки, если они естественно даются в той форме, в какой должен вообще говорить нормальный доступный человек. Но многое зависит от конкретной ситуации. Ну вот, то, что я сказал, у нас остается еще, слава Богу, временно вопросы и ответы, приводит к каким вопросам? Ну, во-первых, я думаю, что ясно, что работа переводчика предполагает решение не только языковых задач, но и различных экстралигумистических вне языковых проблем. И вот, когда мы пытаемся дать ответы на вопросы, поставленные в начале или в теме моей лекции, то это надо учитывать. Ну, какие-то вопросы. Способствует ли работа профессии переводчика формированию личности? в самом начале мы этот вопрос задали. Способствует ли она формированию личности определенного типа, учитывая, что все-таки в нашей профессии есть идеология, повторяю, способствовать взаимопониманию людей и народов. Формируется ли у переводчика какое-то определенное мировоззрение или идеология? Нужно ли это? Нужно ли, чтобы это формировалось? Очень интересные вопросы, не до конца ясные. Я думаю, что до некоторой степени здесь можно увидеть аналогию дискуссии на тему наука и нравственности. Она время от времени возникает, но недавно она тоже возникала. Присущие ли ученым нравственности? Способствует ли занятие наукой формированию нравственной личности? И ответы были разные. Ответы давали очень уважаемые ученые, и они давали разные ответы. И даже иногда противоположные ответы. мне кажется, что если перейти опять к нашей профессии, все-таки сама по себе необходимость упорных занятий ясно совершенно. чтобы стать переводчиком, надо много трудиться. Без, между прочим, как я уже говорил, перспективы того, что это у нас озолотит. Так вот, необходимость этих упорных занятий, освоение языка, необходимость понимания разных сфер человеческой деятельности, мне кажется, должна способствовать формированию личности при прочих рамках. Во всяком случае, в большей степени, чем у представителей профессий, скажем, связанных с физическим трудом, да и некоторых умственных профессий тоже. но в действительности, я думаю, все-таки можно констатировать, что есть довольно большое разнообразие в переводческой среде и по психологическим типам, по идеологическим предпочтениям, по нравственному уровню и по интеллекту. В действительности, конечно, диапазон довольно большой. Причем в последние десятилетия, в последние два десятилетия, по моим наблюдениям, происходит и очень такой интересный сдвиг, расширение этого диапазона, особенно в том, что касается, ну, назовем так, идеологических каких-то предпочтений и ориентиров. Если в позднее советское время, конечно, в переводческой среде доминировала общая интеллигентская идеология того времени, для которой было характерно скептическое отношение к советской системе, из которого вытекало, среди переводчиков это был факт, скептическое отношение к системе, из этого вытекало, для некоторых вообще полное ее неприятие и, соответственно, западная идеология, западническая, так сказать, идеологическая ориентация. То вот сейчас для переводчиков, с которыми я общаюсь, которые высказывают свое мнение по разным вопросам, мне кажется, в рамках вообще общего плюрализма нашего общества, реально, общество плюралистично государствами, плюралистично, 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 и, мне кажется, гораздо больше разнообразия идеологических установок, включая и консервативные, и националистические, и антизападные, ну, а у многих просто такая, идеологическая каша, которая вообще для многих людей характерна. Поэтому вот вопрос о том, способствует ли работа переводчика, профессия переводчика формированию какой-то определенной личности, каких-то определенных ориентиров, нравственных, политических, этологических, философских, это, конечно, до сих пор открытый вопрос. Если, скажем, есть социологи, которые хотели бы это изучить, то, мне кажется, диссертацию на кандидатскую как минимум потянут. Вот примерно то, что я хотел вам рассказать. Я надеюсь, что скучно не было и у нас есть временные вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok